Всем привет! Это программа «Берлинские окна». Я Марфа Смирнова. Мы сейчас находимся в ратуше берлинского района Шарлоттенбург. Здесь я встречаюсь с российским политиком Дмитрием Гудковым, который в этом сентябре участвует в выборах в Мосгордуму. А в Берлин приехал обмениваться опытом с политиками немецкими. Дмитрий, добрый день! Мы сейчас находимся в ратуше района Шарлоттенбург. И здесь же вы встречались, я так понимаю, с городскими властями, представителями Берлина. И в том числе встречались с мэром Берлина Михаилем Мюллером. С мэром Берлина я встречался год назад в Москве. А, то есть сейчас вы с ним? Да, в этот раз мы по приглашению мэра Берлина. Но мы встречаемся как раз с теми людьми, которые занимаются транспортной политикой, урбанистикой и так далее. То есть это интересно. А почему? Во-первых, в преддверии выборов Московскую городскую думу, для того, чтобы мы были более компетентными по этим вопросам, и хотя бы выяснили, а что в Берлине происходит с общественным транспортом, как развивается здесь транспортная наука и так далее. То есть это как экскурсию вам организовали? Ну это обмен опытом, да. Я просто когда еще был депутатом Госдумы, я всегда общался с дипломатами и политиками. Не для того, о чем говорил Дмитрий Киселев, чтобы деньги получать у Госдепа или у кого-то, а для того, чтобы современные практики в законодательстве или где-то внедрять и в нашей стране. Ну вот, собственно, основная цель поймы. И в том числе мы посетили мусоросжигательный завод. И как вам Берлин глазами туристов? Потому что, мне кажется, человек, который турист, который приезжает в Москву, им тоже кажется, что это просто, наверное, город будущего. И правда, на поверхности все выглядит очень пристойно. Но я сама москвичка и знаю о внутренних проблемах, которые там есть. Как вам Берлин? Сегодня я посмотрел на Берлин не глазами туриста. Потому что глазами туриста у меня было несколько впечатлений. Первое впечатление, что мне вообще не понравился город. Была плохая погода, я его не понял совершенно. А потом, я был, наверное, раз пять в Берлине, может быть, чуть больше, я понял, что это очень удобный для проживания город. И дальше я видел статистику, что он один из самых комфортных для проживания. А сегодня я посмотрел уже как все-таки эксперт, политик. И могу сказать, что, что касается развития города, развития транспортной системы, Москва впереди Берлин. Несмотря на то, что я последовательный критик, там, оппозиционер и критик российских властей, в том числе московских властей, ну, я вижу, что какие-то вещи у нас, в каких-то вещах мы уже более продвинуты. Но самое главное, в чем мы проигрываем Берлину, это, конечно, в уровне влияния граждан на принятие решения. То есть, если в Москве твоим благоустройством занимаются, даже против твоей воли, и у тебя даже не спросят. Даже если тебе сделают хорошо, то это будет насилие. Ты будешь изнасилован, у тебя твоим мнением никто не поинтересуется. В Берлине все ровно наоборот. Так что же лучше, вот это вот агрессивное собянинское навязывание или вот берлинский хаос, я бы так это назвала, как человек, который здесь живет? Есть и там плюсы, и плюсы, и минусы. Долгосрочно, конечно, лучше, когда общество влияет, когда демократия, когда, как это, public participation, да, когда люди действительно сами решают, как их район развивается. Долгосрочно, потому что, окей, Собянин что-то сделал правильно для города. Ну, просто представьте, а завтра... В чем, кстати, он лучше? Ну, например, общественный транспорт стал лучше, да, у нас появилась там вот эти карты тройки, которые ты можешь пользоваться... Здесь, кстати, такого нет, как в Москве, например. Или там кредитной карточкой может и пройти. В Лондоне такая система. В Берлине нет. Далее, там у нас 50 станций метро построено. У нас появились выделенки, у нас там велосипедные дорожки. Здесь они, конечно, тоже есть. Ну, выделенки здесь тоже есть. Да, ну, например, там я поспрашивал, ну, по поводу там этих электрических скутеров, да, там, они только обсуждаются сейчас. Нет, они есть. Или перекрытия... Ну, мне вот только что рассказали, что... А, электрические, нет, есть обычные, да, обычные скутеры. Не скутеры, вернее, это по-английски скутеры, по-русски это у нас электрический самокат. Ага, самокат, вы имеете в виду. Вот, например, в Париже мне очень понравилось то, что там ты можешь арендовать этот самокат. Ну, велосипед, тебе же надо крутить колеса, а если у тебя ноги больные, если не хочешь, а в горку. Вот, поэтому в Париже все пользуются электросамокатами. И это круто, реально, я бы хотел, чтобы это было в Москве, вот, а в Берлине это только обсуждаем. В каких-то вопросах мы более продвинутые, а в каких-то менее продвинутые. Вот, и мне бы хотелось, чтобы у нас местное самоуправление было таким же сильным, как в Берлине. Я бы хотел, чтобы наши гражданские права были бы такие же, как у жителей Берлина. Вот, но при этом, конечно, я бы хотел, чтобы и вот город развивался со скоростью Москвы сейчас. Вот, и чтобы в случае там ошибок у общества была возможность их исправить. Ну, я себе мало представляю, слабо представляю поездку на электросамокате по Садовому кольцу. Ну, для этого Садовое кольцо надо. Нет, почему? Во-первых, Садовое кольцо сейчас, это, по сути, широкий тротуар. Почему? Пожалуйста. Ну, на велосипедах же ездят. Ну, и воздух-то не настолько чистый. Ну, слушайте, нет, это надо развивать, потому что я вижу, как, особенно у молодых людей, растет спрос на, во-первых, такой безопасный, вернее, экологичный транспорт. Во-вторых, когда ты можешь куда-то доехать, бросить и не запариваться, где тебе это там все парковать. Это очень удобно. Я сам пользуюсь кашерингом, например, в Москве, в Сочи, вот я недавно был, постоянно это очень удобно. Но здесь я, насколько знаю, есть кашеринг. Кстати, вот одна идея, которую я увезу и буду пропагандировать. В Берлине строится какой-то новый модный квартал, и человек, который покупает или арендует квартиру в этих домах, он не получает парковочное место, но он получает, возможно, контракт сразу с кашерингами и компаниями, то есть этот кашеринг будет для нее бесплатным. Таким образом, идет стимулирование пользования общественным транспортом и кашерингом и дестимулирование пользования личным автомобилем. Крутая идея. Я считаю, что там в Москве, где действительно будут строиться вот эти высотки, там, очевидно, не будет у всех парковочных мест, а загаживать автомобилями дворы – это тоже неправильно. Поэтому должен быть у тебя контракт с кашерингом, ты в любой момент можешь бесплатно доехать, куда хочешь. Классная идея. Согласна, эта идея классная. Вы избираетесь в Мосгордуму, Илья Яшин избирается в Мосгордуму, Любовь Суболь, соратница Навального, избирается в Мосгордуму. Такая конкуренция среди оппозиционеров. Вам не кажется, что вообще… Почему конкуренция? Мы не конкурируем. Наоборот, мы идем единой командой. Вы идете все-таки от разных партий, от разных движений. Во-первых, многие идут самовыдвижением. Я не уверен, что от разных партий. Неужели у вас нет конкуренции внутри оппозиции? У вас нет с Алексеем Навальным никакой конкуренции? Очевидно, что мы конкурируем, наверное, за одни и те же ресурсы. То есть людей, которые жертвуют. И если, например, у нас проекты какие-то выборы на один… Да, конечно, мы сейчас конкурируем за ресурсы, но мы не друг с другом конкурируем. Ну не было бы это вообще для… Мы конкурируем за людей, наверное, мы конкурируем за деньги, потому что человек, я не уверен, что готов и сюда дать, и туда. Но в целом это все равно хорошо, что мы договорились не идти по одному округу. То есть мы будем поддерживать Яшина. Я надеюсь, Яшин будет поддерживать наших кандидатов. То есть мы специально развели кандидатов. Так что это не конкуренция, это наоборот. Это командные выступления, потому что чего делать мне одному в Мосгордуме. Сейчас самая главная задача, чтобы люди примерно с одинаковыми взглядами смогли пройти в Мосгордуму и образовать фракцию. Потому что я был независимым депутатом Госдумы, и я понял, что независимый депутат – это когда от тебя ничего не зависит. И я не хочу в такие игры больше играть. Я хочу быть политиком, который влияет на процессы. Для этого нужна фракция. И вот если пройдет Яшин, Соболь, еще кто-то там, другие депутаты, наши там, Александр Соловьев у нас идет, у нас идет Денис Шендерович, депутат муниципальный, Егор Жуков, такой известный блогер. И если мы все сможем пройти туда и образовать фракцию, то вот нас толку там будет больше. Мы будем не просто там с трибуны что-то там критиковать кого-то, а мы будем разрабатывать нормальные законы для города и принимать их. Или влиять на их принятие. Как бы для человека, который не живет в России, немца, предположим, который даже не знаком особо с тем, что происходит в России, вы бы описали оппозиционную среду в России? Оппозиция слабая, сильная. Как минимум в оппозиции в России, ну просто кратно больше рисков, чем у оппозиционеров в Германии. Потому что в любой момент тебя могут, как мы знаем, как это произошло с Немцовым, даже убить, тебя могут посадить, тебя могут периодически сажать, там закрывать на сколько-то суток, тебя всегда слушают. Ты живешь как будто вот ты все время в прямом эфире находишься, не знаю, там какой-нибудь радиостанции или телеканала. То есть я живу с этим ощущением, что где бы я ни находился, я понимаю, что меня скорее всего снимают. И вот это ограничение, которое ты ощущаешь, ну просто постоянно. То есть прилетаю я в Москву, улетаю из Москвы, меня встречают пригожинские тролли. Я не знаю, куда-то я прихожу, провокаторы приходят на мои встречи. Ну вот мы живем в таких условиях, но в целом у меня уже иммунитет выработался, мне пофигу на всех этих наших оппонентов. Я не думаю об этих рисках совершенно. Что касается слабое или сильное, ну с точки зрения влияния на принятие решений слабое. С точки зрения влияния на общественное мнение, ну не слабое. Как минимум, может быть мы не влияем на 86% умов, но мы влияем точно на настроение самых активных, самых умных, самых образованных, продвинутых людей. И сейчас уже интернет в принципе конкурирует с телевизором, поэтому мы влияем на повестку, политическую повестку. Это важно. Что касается слабое и сильное, здесь очевидно, что у нас меньше ресурсов, чем у власти. Если финансовых, то кратно меньше, медийных, ну с учетом соцсетей, мы конечно не сравнялись еще с ресурсами той же власти, но мы в принципе растем, а они падают. Что касается политических ресурсов, административных, нам не дают, конечно, создавать партии. Я уже год не могу стать председателем партии, которая на съезде дважды меня на двух съездах избирала председателем. Минюст, не принимайте эти документы. Меня не пустили на выборы мэра Москвы. Ну то есть как бы у нас есть эти проблемы, но они связаны как раз с отсутствием гражданских прав и свобод. Про риски пока я не забыла. Я в Киеве встречалась с Пономаревым, который уже три года там живет. И сейчас, когда готовилась к интервью с вами, снова читала вашу биографию, и голосовали против аннексии Крыма, вы и Пономареву, голосовали против закона Димы Яковлева, вы и Пономареву. Почему, как вы думаете, вы довольно легко отделались по сравнению с ним? Все-таки против него завели уголовное дело, объявили в международный розыск, он был вынужден уехать, сначала в Америку, потом в Украину. Ну я бы не сказал, что мы отделывались как-то легко. Во-первых, они уничтожили семейный бизнес моих родителей, которые 20 лет с нуля просто создавали компанию. Не было никаких госзаказов, это были все частные заказы. Это было одно из лучших предприятий, 4 тысячи сотрудников, крупный налогоплательщик, например, одного из районов Подмосковья. И, конечно, это удар был по семейному бюджету. Геннадия Гудкова лишили мандата депутатского. Ну просто выкинули из политики. Меня не пустили в Думу, наверное, потому что я... Что можно против меня придумать? Я ни в каких бюджетных историях не участвовал. Я никакие должности не занимал. Все, что я делал, да я даже бизнесом не занимался. То есть притянуть мне какую-нибудь статью неуплаты налогов тоже нельзя. Единственное, что можно будет сделать со мной, это просто подбросить наркотики. Но все знают, что я спортсмен. Да, я КМС по баскетболу. Я постоянно там в соцсетях рассказываю, то я там в тренажерном зале, то на горных лыжах, то еще где-то. Ну тоже будет странно обвинить, что Гудков там какой-то наркоман. Да, то есть никто не поверит. Вот. Все, что они могли сделать, это просто выкинуть меня из Думы, из политики. Поэтому Илья в какой-то момент участвовал в «Сколковской истории». И то это не его проблема, а была кампания против Суркова, против вообще Медведевских всех проектов. А Илью просто заодно решили притянуть. Вот и все. Илья Пономарев после выборов на следующий день, после того, как избрали Зеленского, после того, как он победил, сказал, что это отличный пример сейчас для России, что Россия может пойти посмотреть на Украину, вот они выбрали президента, честные выборы, и для россиян это будет такой позитивный пример. Как вы думаете, Зеленский – это правда позитивный пример для России? Ну, конечно. Вы просто поставьте условно в один ряд Путина, Сечина, я не знаю кого, даже того же Порошенко, к которому в целом по-разному относятся в России, и Зеленского. Будет очевидно, что люди вышли из разных кабинетов, из разных институтов, из разных спортзалов, из разных магазинов. Это просто абсолютно стилистически, разные люди. То есть Украина, я не знаю, каким он будет президентом. И я думаю, что, конечно, вряд ли у него много получится, потому что ресурсы страны ограничены. Но сам факт, что политик с человеческим лицом, абсолютно современный, абсолютно прогрессивный, человек смартфона, человек новых технологий, человек моего поколения, моего поколения, это поколение, которые вообще про войну никакой не думают. Какая к черту война? Какие враги? Вы с ума сошли, параноики? Нет никаких врагов. Везде, в любой стране, как бы тебе рады, улыбаются, как бы везде, в каждой стране есть и плохие, дремучие там люди, там необразованные, а есть замечательные, открытые, космополитичные. Поэтому никаких границ нету в 21 веке. Нету границ в виде вот этого паспортного контроля. Это вообще скоро исчезнет, я думаю, это архаика. Не будет никаких границ. Мир должен быть открытым, мир должен быть глобальным. И как раз Зеленский представитель этого мира. И мы представители этого мира. Да, он может потом испортиться, стать коррупционером, теоретически. Возможно такое? Возможно. Ну, значит, Украина выберет другого президента. В отличие от россиян, которые 20 лет, не могут никак вообще у себя порядок навести, разобраться, добиться сменяемости власти. А вы не думали, кстати, уйти из политики? Ну, что значит не думал? Думал. Ну, не то, что уйти, а думал, что просто нет перспектив. Ну, нет ли ощущения, что бьешься в закрытую дверь? Да, нет перспектив политики. Надо чем-то другим заняться. Но мне не интересен ничего. Ну, и бизнес мне не интересен, потому что не те масштабы будут. Вот. Все-таки я был депутатом Государственной Думы. и политика как социальное творчество на уровне Государственной Думы, ну, достаточно иметь такие серьезные масштабы. То есть ты, когда готовишь закон, ты понимаешь, как этот законопроект, ты понимаешь, как этот законопроект изменит жизнь вокруг тебя. Вот когда ты с таким масштабом работаешь, даже если тебе не дают твою идею реализовать, ты потом, ну, тебе сложно будет потом уйти в бизнес и заниматься там, ну, какими-то мелкими торговлей или там заработками на каком-то таком среднем и мелком уровне. Просто я не смогу. Плюс зарабатывать деньги – это не про меня. Я могу тратить. На политику, на выборы, вот. Я не тот человек, который зарабатывает деньги. Я очень щедрый вообще в целом по жизни. Вот. И я могу там, когда у меня мало денег, я могу купить кому-нибудь там подарок хороший, а потом экономить там несколько месяцев. Это вот такой у меня тип характера. Такие люди деньги не зарабатывают. Плюс уехать, да, плюс мне не дадут, конечно, зарабатывать деньги в России, даже если я захочу бизнесом заниматься. Ну, я имею в виду деньги, какие-то такие большие. Потому что там даже мой брат с фамилией Гудков не может найти, по сути, нормально заниматься бизнесом. Он же бизнесом занимался. Потому что у него фамилия Гудков. На нас запрет. В разных профессиях. Уехать за границу, ну, моя профессия, она не предполагает, что я могу заниматься своей профессией за пределами России. Она заканчивается. Мои возможности заканчиваются границами нашей страны. Так что, ну, мне нравится с одной стороны. С другой стороны, я обречен этим заниматься. Последний вопрос. Я, на самом деле, поддалась этому хайпу, который сейчас вокруг сериала «Чернобыль». Но я видела вас в фейсбуке, что смотрели, вам очень понравилось. Я пятую серию не смотрел. Тогда я не буду спойлеры. Я вчера начал смотреть, прилетел. Спойлеров не будет, да. Бердин прилетел, открыл и заснул. Поэтому просыпать хотелось. Досмотрю обязательно. Ваш отец имел непосредственное отношение не к Чернобылю, но к советской власти. Все-таки он там был майором. Советской нет. Майором КГБ. Ну, он состоял в партии, в КПСС. Мне интересно, смотрел ли он этот сериал и по-разному ли вы на него смотрите. Объясню, потому что, вы знаете, вышел сюжет на телеканале «Россия-24», где они сказали, что это вообще все вранье. Западные продюсеры наврали, письмо Олегасова опубликовали. И журналист ВГТРК в России сказал, что он не это имел в виду. Да я знаю все это. Смотрите, Геннадий Гудков не смотрел, но он посмотрит, но я знаю его очень хорошо и я понимаю, что ему очень понравится сериал. Возможно, там есть какие-то неточности, но это же не документальный фильм, а художественный. Надо к этому относиться как к произведению искусства, потому что можно показать диалоги документально, они скучны и неинтересны, а можно художественно. Поэтому, если мы возьмем идею, помножим на это художественный замысел, игру актеров, сценаристов, то это просто шедевр. И главное, что это первый такой американский фильм, где именно народ, наш советский народ, ну наш, я имею в виду, советский, показан очень хорошо, со знаком плюс, а наша власть показана со знаком минус. Наши власти, поэтому, это не нравится. Это я с вами не совсем соглашусь, но ладно, потом поспорим на это. Мне так показалось. Наши власти это не нравится, потому что они себя там ведут. Потому что все эти идиотские решения, все эти жертвы ради там какой-то галочки или там звездочки на погонах, это все как бы свойственно и нынешней российской власти, которая не жалеет людей. У меня есть тенденция очистить эту советскую власть, мне кажется, в последние годы особенно, поэтому, ну для них советская власть снова становится каким-то эталоном. Для кого? Каким-то примером для подражания. Для кого? Ну, Сталина вы не берете? Нет, вы это так интерпретируете. Просто надо с людьми общаться. Вот если вы пообщаетесь с людьми, вы поймете, что там нет запроса на Сталина. Я не про людей, я про наших чиновников. Нет, наши чиновники, понимаете, они хотят править как в Северной Корее, жить как в Европе. Чем они от сталинской власти от тех отличаются. Они даже даже сталинские времена не способны возродить, потому что они все коррумпированы, их дети живут на Западе, поэтому у них реально нет никакой идеологии, никаких ценностей. Это не значит, что то мне нравилось, то вообще было жестокое время, и как бы Сталин тиран, и преступник, и для меня совершенно очевидно. но не надо нашу власть сравнивать со сталинской властью. Просто они, как бы сказать, они унаследовали весь идиотизм, совершенно вот, при этом они еще добавили к этому идиотизму коррупцию, плюс помноженное это все на отрицательную селекцию, это наша нынешняя власть. Вот и все. Поэтому для них, вот недавно Виксельберг делал интервью, он не ожидал, что вот заработав столько денег, он окажется никому не нужным. Будучи человеком мира. Да, он не станет человеком мира. Ну, конечно, когда громили ЮКОС, вы молчали, когда громили СМИ, вы молчали, когда уничтожали оппозицию, вы молчали, а теперь, когда пришли за вами, никого и не осталось. Вот, что происходит с нашей элитой. она, к сожалению, вырождается, она правильно, как говорит Катя Винокурова, это не элита, а элитка. Вот. И здесь важно, что думают граждане. Вот запрос на Сталина, это запрос на справедливость, а не на Сталина. Просто когда по телевизору и пропаганда вдалбливают, что Сталин, это порядок, Сталин, это, значит, развитие, Сталин, это победа великая. Ну, как бы, многие поэтому ассоциируют это со справедливостью. Вот. Только раньше власть пыталась такой пропагандой сравнивать Путина, как бы, там, вот с чем-то хорошим из прошлого. Вот он, типа, наследник, он продолжает ту же самую правильную политику. А теперь запрос на Сталина о чем говорит? О том, что справедливость и запрос на справедливость они никак не связывают с Путиным. Вот. И на самом деле это теперь большая проблема и головная боль для власти. Потому что запрос на Сталина это запрос на то, чтобы убрали этих всех и расстреляли, как многие хотят. Вот, вот что такое. Интересное объяснение, я такого еще не слышала, надо, 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 да, это многие как раз, политологи и социологи это объясняли. Сталина на вас нет. Это про кого? Это что, про агентов госдепа? Нет. Это про воров во власть. Сталина на вас нет. Чтобы вас, вас бы расстреляли. Это просто люди ошибочно полагают, что при Сталине их бы расстреляли, имеется в виду воров. На самом деле при Сталине они бы расстреляли простых граждан. Этого они не понимают. Но когда ты начинаешь им это объяснять, вот если задаешь им вопрос, а жертвы оправданы, то большинство скажет, конечно, не оправданы. Конечно, это плохо. Репрессии, это плохо. Когда у людей спрашиваешь, а правильно, что сажают за лайки в сети детей? Нет, это неправильно. А вы хотите, чтобы там за какой-нибудь телефонный разговор вас обвинили в каком-то там госизмене, как это у нас было, и посадили там на 5 лет или там на 12 лет? Нет, мы этого не хотим. А вы хотите, чтобы к вам пришли в 6 утра, вот, вы забрали вас, посадили и потом расстреляли? Нет, не хотим. А чтобы вашу собственность отобрали, хотите, нет, не хотим. Поэтому никакого запроса в обществе российском на сталинизм, каким мы его знаем, нет. В обществе есть запрос на справедливость, на перемены, и, например, мне абсолютно по барабану кто расскажет, что я был в Берлине. Вот я знаю, что народ абсолютно нормально воспринимает, вот если ты им объясняешь, до чего нам нужно сотрудничать с Европой. Я уверен, что 70% скажут, да, это правильная идея, надо сотрудничать, а не воевать, не нужно допускать никакой конфронтации, нужно развивать экономические проекты, нужно привлекать технологии. это вот 70% вам скажут, да. Так что не надо это, в ЦИОМ это Всероссийский Центр Исправления Общественного Мнения, не надо верить, было 30, стало 70 за сутки. Так что я позитивно смотрю на будущее, я вообще оптимист. Спасибо, Дмитрий, будем смотреть. Нужно просто дать людям возможности не мешать им, а власть что и делает, только мешает. А мы, тем не менее, будем смотреть с оптимизмом светлое будущее, как вы сказали. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова